друзья всем привет с вами я владимир белов сегодняшняя тема моего ролика зачем мне нужна лошадь прочитал несколько дней назад комментарий один мой подписчик написал зачем тебе лошадь у тебя есть трактор друзья хотел заметить у меня есть не один трактор у меня есть три трактора 3 и одна лошадь или вот так вот лошадь и трактора то те два трактора стоят в гараже другом там у моего папы один стоит здесь у меня друзья в деревне без лошади никак не прожить почему я завел лошадь почему меня есть лошадь во первых у меня до этого было две лошади в этом году пришлось избавиться от той черной потому что она стала старенькая и уже стала болеть и уже как говорится ну так вот сейчас у меня вот эта лошадь лошадь мне досталась по наследству от моего тести который покойничек тесть владимир держал тоже лошадь впоследствии он скончался царство ему небесное но мне досталась она по наследству на лошади лошадь была мне нужна в то время для того чтобы возить навоз возить сено вывозить снег выполнить какие-то работы привозить ездить за елкой зимой для себя для клуба для еще для кого-то и в зимнее время мы живем в сибири у нас очень сильные морозы бывает до 45 доходит 50 ну это редко 50 обычно до 40 перемерзает водонапорная башня то есть утром встаешь а воды нету и приходилось так запрягать лошадь ехать долбить на речке речка недалеко долбить прорубь набирать воду во фляги повезти домой вести для себя для скотины в баню вот так вот это продолжалось бывает несколько дней такие морозы потом вот так вот это практически каждый год бывает так практически в данный момент последние два года как-то у нас это случается перемерзание с водой но как-то это все происходит менее безболезненно приезжает специальная служба отогревает эту башню к тому же в этом году семнадцатом я приобрел прицеп в семнадцатом сейчас 18 год теперь вывожу снег езжу за елкой елку я заготавливаю из моих видео заранее таскаю навоз на себе с хозяйством сейчас не очень большой таскаю навоз на себе на тачке лошадь у меня отдыхает два года назад я ее начал обучать но я занимался раньше профессиональным спортом и старые раны болезненные два года назад воспалилась плечо пришлось лечь больницу и отложить обучение данной лошади в этом году или в следующем я наверное продолжу обучение этой лошади она и возит людей верхом но в санях она еще не ходит я вырос в деревне с лошадьми общаться умею знаю различные какие-то нюансы хитрости маленькие у меня есть полная атрибутика для лета для зимы вот эти все аксессуары так сказать так что в данный момент в данный момент звездочка лошадь зовут звездочка она ждет жеребенка так что вот так вот поживем увидим в семнадцатом году жеребенка у нас не было потому что в деревне не было жеребца не покрылась в прошлом летом жеребчик один тут забегал был залетный вроде как покрыл кобыл так что доживем до весны до лета посмотрим летом у на летом мы ее не используем летом летом вообще лошадей стараясь не использовать даже была черная она они летом ходят отдыхают на вольных хлебах в загородке там у нас есть в тюпу отдыхают и туристы ходят их кормят кусочками хлеба так что вот лошадь прихожу к такому выводу друзья лошадь я в данный момент не использую она просто есть просто радует глаза душа радуется сердце открываешь она выскакивает лошади знаете грациозные создания иногда позволяю себе одеть уздечку и прокатиться на ней верхом без седла без седла почему без седла потому что сливаешься воедино за в одно целое и она там скачет и ты вот эти все непередаваемые такие ощущения к тому же температура лошади в несколько раз на несколько градусов больше выше температуры тела человека и езда на ней есть такое понятие по терапии больных людей детей еще каких-то там женщин мужчины и стараются ездить на лошади лошадь своим теплом обогревает человека и способствует восстановлению вот этих вас воспаленных придатков у мужчин у женщин там простатит там что-то еще такое лечится так что всем рекомендую держать лошадей они да и так вообще выйдешь бывает грустно на душе постоишь погладишь и поговоришь с ней она она как друг друзья знаете молчит там что-то по-своему говорит отвечает тебе на своем конском языке так что друзья вот так вот ну а трактор трактор это трактор это орудие труда у нас три тракторы каждый выполняет трактор свою работу для определенного для по тракторам я сниму отдельный ролик потом будет отдельное видео так что надеюсь друзья ответил я на ваш вопрос на ваш такой комментарий так заканчиваю данное видео всем кому понравилось ставим палец вверх если не понравилось палец вниз подписываемся на канал впереди вас ждет друзья очень много интересного заглядывайте ко мне социальные сети спасибо вам что досмотрели данный ролик до конца спасибо что посмотрели с вами был я владимир белов всем удачи и пока 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 пока